Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 25 мая. У нас по-прежнему стоит тепло. Вот ночью было 16 градусов, днём ожидается 26, а завтра опять 32. И вот выходишь утром, солнце, благодать, птички поют, всё растёт. Прочитаю комментарии, сегодня даже прочитала, что одна зрительница пишет, у неё соседка высадила, потом опять холодно стало, она опять выдернула томаты, потом опять высадила их же. И мне даже становится как-то неудобно, что у нас всё так хорошо нынче, правда, нас нынче погода балует. Хотя я хотела этого, конечно, я молила Бога, но я не думала, что пойдёт так хорошо. Вообще тепло, всё растёт. Вот смотрите, я сейчас пройду по огороду, мне показывать сильно нечего изменения. Мы вчера весь день укладывали, вчера воскресенье, весь день укладывали эти поливочные ленты, постарались весь огород, попросила мужа, чтобы как можно больше участков, особенно больших таких плантаций, покрыть поливочными лентами, потому что вы понимаете, вот завтра 32 градуса, день-два, и почва вся пересыхает. Даже положили, сейчас покажу вам, вот это помните, я показывала с тканью, длинная-длинная, я ещё говорила, бесконечная грядка. Представьте, если вручную из шланга поливать, или особенно из лейки, это сколько времени нужно. Вот сюда тоже положили, прямо от водопровода, и теперь мы уже делаем так. Я подумала, мужу предложила, я говорю, давай сделаем так. Просто будет обрывок вот этой трубы, не закольцованной, ничего. В крайнем случае, когда захочешь поливать, можно раз, подсоединить шланг, из которого мы поливаем, и вода пойдёт, вот уже сделали испытание, за 2 часа поливается вся эта грядка, ещё в одном месте сделали. И у меня было очень много в комментариях вопросов, вот она, агрономша, всё проверяет, всё мы сделали хорошо. Где я покупала капельную ленту, там какой шаг, всё. Вы понимаете, у меня был внук на выходных, я ничего, конечно, не смогла снять. Тут нужно спокойно ходить по огороду, показывать, рассказывать. Да, он меня тянет за, короче, за одежду. Бабуля, бабуля, пойдём кораблики пускать. Я вчера вообще ничего не снимала. Сегодня обещаю, постараюсь про капельную ленту рассказать всё очень подробно. В прошлом году я рассказывала, как мы делали вот эти вот от бочек в теплице. В этом году хочу рассказать подробнее, как вот эти вот, именно от водопровода без бочек. Потому что бочки действительно сильно захламляют огород. Вот видите, вон бочка, вон бочка. Там ещё, если вы смотрите моё видео, когда я вот так показываю туда, там ещё три бочки стоят. Ну, короче, это очень неудобно. Бочки надо же где-то брать, где-то готовить. Я поняла, что от водопровода намного проще, мне понравилось больше. Но так как вчера был внук, я говорю, что все планы мои сбились. Но опять же, помощь, он, несмотря на то, что ему четыре года, пятый год всего, он мне вчера вечером, бабуля, что помочь, бабуля, что помочь. Полил всё стаканчики, которые роса досталась, ещё недовысаженная. Капусту недовысаженную. Весь мой импровизированный огород на балконе, в двух горшках, в кашпу, всё полил. Я говорю, вот маленький человек, а уже какая помощь, всё, хоть не в одно лицо ходить по огороду. Сейчас прям быстро на ходу отвечу на несколько комментариев, вопросов в комментариях. О, ружье пришло ещё. Вот смотрите, про 10 дней, когда ещё... Смотрите, что делает, метит кусты томаты вообще вдоглял. Ещё в позапрошлом году, когда я снимала видео, что после высадки, когда сильно-сильно я поливаю, дней 7 или 10 я потом не поливаю, даю ему адаптироваться, привыкнуть, я потом только полив. И вот к этому видео ежегодно теперь приходят, что... Ну, кто-то пишет прям грубо, какую-то ерунду вы говорите, оно там засохнет и погибнет. И вот до сих пор в этом году ещё люди находят это видео и пытаются как-то оспорить это. Ну, вот сегодня прочитала, что если у вас песчаная почва, там всё уйдёт, всё засохнет. Но я всем сейчас отвечаю, людям, то, что говорит, например, какой-то один человек, я, например, что я не поливаю там 7-10 дней, это не значит, что вы должны делать точно так же. И я вот сегодня ответила, но я же хожу всё равно, я наблюдаю за этим томатом, я не дам ему засохнуть, конечно, это зависит и от погоды. Вот если в такую жару не поливать 10 дней, ясно, он засохнет. А в тот раз, когда я снимала, была погода такая нормальная, не аномальная жира. И обычно после высадки на 7 дней полива хватает, если мы хорошо поливаем обильно, прям целое ведро туда я в поливочную лунку, если выливаю. И ещё раз хочу сказать, что что бы вы не услышали, какой бы там автор роликов не сказал, как он делает, вы должны обязательно всё это осмысленно воспринимать и не обязательно всё это повторять. Если вы с этим не согласны, ну, делайте вы по-другому. Я-то не обязательно жду 10 дней, даже если он засыхает, даже если жара. Этот томат уже бедный весь завял, весь вот так, а я сижу и жду, и говорю, нет, 10 дней ещё не прошло, поливать тебя не буду. Конечно, всю информацию нужно принимать разумно и накладывать на свои условия, на свой грунт. Если я так сказала, а вам не подходит, это не значит, что я сказала неправильно. Значит, в тот момент, когда я говорила, мне это подходило. А вот нынче какая аномальная жира, теперь я думаю, что вот нынешние после высадки 7 дней, это было очень, это очень длительный срок. Конечно, они засохнут за это время. Видите, всё меняется, и даже та информация, о которой я 2 года назад говорила, в этом году даже мне не подходит. И ещё, сразу же, вот про 10 штук томатов. Сегодня прочитала тоже одно сообщение, одна зрительница сказала, что у вас такая большая плантация, вы всё показываете, а то некоторые блогеры покажут свои 10 штук такие там ухоженные и нахваливают их. Так вот в том-то и разница, что 10 штук или 20, ну или даже 100, можно вырастить без проблем, можно там сделать их как выставочные экземпляры. А я вам показываю всё. Я вот в этом году, когда высаживала, может помните, я вот здесь показывала, я говорила, что здесь собралась у меня разная рассада. Были совсем крошечные коротышки, и были и хорошие, и плохие, и с цветами, и с жёлтыми обожжёнными листьями, потому что рассада стояла там под плёнкой, и она немножко как подгорела. Я-то не показываю какой-то один, как на выставке народного хозяйства, какой-то один участок, который мне особо удался. Я вот иду по огороду и показываю всё, потому что начинающий огородник должен видеть и должен знать, что у нас на участке редко, когда бывают идеальные томаты, идеального размера, идеального цвета, в идеальные сроки высажены. Чаще всего бывает наоборот. То они у нас подмёрзнут с жёлтыми листьями, то они у нас обгорят на солнце при длительном хранении, когда мы не можем высадить тоже с жёлтыми листьями, то они у нас перерастут, все тонкие и вытянувшиеся. Так наша-то задача как раз в том, чтобы научиться вот такие не очень удачные, после длительных вот этих испытаний весенних, вот эти вот томаты, превратить в таких красавцев, чтобы они нам дали хороший урожай. Кто вот смотрел с самого начала, вы смотрите, какая уже разница, какие я высаживала, были, правда, какие-то замученные, дохленькие. Сейчас они все выравниваются, сейчас будет сплошное поле. И нам наша задача из всех этих уродцев, ну в кавычках, конечно, из всяких недопарышев, из дохликов, условия разные, но нам нужно сделать, чтобы они все выровнялись, было вот это стандартное поле. И я хочу сказать, что можно вырастить в идеальном состоянии не только 10-20 штук, а можно вырастить, вот как у меня, и тысячу, и две тысячи. Вот ежедневным вот этим уходом, обыкновенными, простыми вот этими манипуляциями, без всяких суперподкормок, без всяких там каких-то сверхдорогих обработок. И еще один вопрос. Вот Нина Мподомарева спрашивает, какой высоты у вас вырастают томаты, у меня вырастают в открытом грунте карлики, ничего с них не получается. Но опять же, это зависит от сортов. Вот смотрите, вот здесь у меня высажены индетерминатные сорта. Сразу видно, что они будут выше, они уже изначально стали выше. А вот эти, хотя я высаживала их в более ранние сроки, здесь такие сорта, которые, они низкорослые, они много в высоту и не вырастут, конечно, они будут маленькие. А вот здесь, сейчас покажу, а вот здесь вот маленькие страшненькие, которые я высадила вообще два дня назад, вот видите, какие они. Они потом выровняются, они будут тоже вот такие, с густой, с хорошей листвой. Но сейчас, после стаканчика, ясно, что они стояли, долго ждали. Видите, они какие и бледненькие, и мало листиков, и коротенькие. Все вырастет, все будет прекрасно. Прекрасно. Вот те же самые скороспелочки, такие же, которые высаживала маленькие, дохленькие, с желтенькими листиками. Вот смотрите, какие прелесть. Они все, листья стали хорошие, зеленые. И вот этот, тут тоже вчера мы, видите, положили полив. Я просто поливочный шланг втыкаю, и пошло. Вчера вот эти полила первый раз я. Вот эта та аллея, которую я показывала, помните, рядом вот с этими, тоже высадила. Не очень они были хорошего качества. Я вот здесь стояла, раза два или три обзора, когда делала, показывала. Смотрите, как хорошо сейчас они выглядят. И все-таки... А, я про них говорила. Помните, что хорошо выглядят те, которые высажены раньше, в холодный период, а которые высажены в жару, они выглядят очень плохо, они такие, как замученные. Вот эти замученные, видите, в каких превратились. Все у них вот сейчас расцветут, какие-то уже цветут. И главное сейчас только мое внимание и уход. Больше им ничего не нужно. Ну и, конечно, тепло. Тут вот трава, я вижу уже, сейчас сплошным будет. У меня же повышенное количество сорняков, потому что я добавляю привозной вот этот перегной животного происхождения. В нем всегда очень много вот этих семян, непереработанных. Ну, корова ест траву вместе с семенами, и вместе вот с отходами оно потом перепревает все, а семена много лет сохраняют свою схожесть. И когда перегной раскидываешь, потом сплошным вот эти сорняки, вот все лето есть чем заняться. Очень часто приходят вопросы, как вы проходите вот к стенке, вот в этой теплице, к стенке обрабатываете. Вам кажется, что здесь мало места, но если, я прям захожу сюда, в теплицу, но если вы сюда вот так пройдете и заглянете, смотрите, тут такая же широкая дорожка, как та, которая уложена тротуарной плиткой, тут можно зайти, также подвязывать, посынковать, что я и делаю. Я захожу сюда вся полностью и хожу по этому проходу. Тепло, конечно, делает свое дело. Вот видите, на прошлой неделе показывала, как мы петрушу высаживали, петрушу, сибирскую тройку. Все, они уже разлохматились, они зацвели, они стали толстенькими. Листья, смотрите, какие у них. Прям очень люблю вот такие сорта, которые, ну, толстоногие, которые толстоногие, у которых, у которых, короче, нет хилого, такого бледного вида. Хожу каждое утро и любуюсь. А там пищат, смотрите, а там пищат томаты каторжани, которые вынуждены сидеть в теплице и которые уже доросли вот досюда. Их очень жалко, особенно в жару. Они не знают там, куда деться. Вот сегодня пойду там опять их немножко простригать. Вот вчера показывала, как мы делаем вот эти вот загородки-то, грядки. Ну, муж не успел сделать, я уже тут быстро подскочила, все засадила, потому что мне жалко томаты. Смотрите, те, которым отведено вот здесь место, они же ждут, и они все почти с завязью. Очень их жалко. Он тут не успел последний гвоздь вбить, я уже все затолкала. Вон там тоже на заваленках все будет засажено. Надеюсь, скоро закончится мой вот этот вот благоустройство. Наверное, к осени. Очень все медленно продвигается, потому что эти нужно садить последние, а первые нужно уже посынковать и что-то там подвязки делать, и все на свете. Вот скачешь туда-сюда. Но вот это место, ну, которое как бы непригодное, я все равно не могу оставить в незасаженном. Каждый сантиметр земли будет у меня плодоносить и использоваться по своему назначению. Земля должна давать нам урожай. Да ведь, Надюша, мы все сделаем для этого. И что еще очень интересно, так быстро наливаются яблоки. Они мало того, что не только наливаются, они еще уже у них красные бачка, ну, как румянец появился. И вот яблоки-то выглядят точно так, как в конце июня, наверное, уже здоровый плод. И красный румянец на боку. Не могу обойти еще одну тему. Очень много в комментариях, в сообщениях пишется вот этих о белых листьях, о солнечных ожогах. И вот сегодня Юлия Борз... Не помню, или Борзых, или... Ну, не важно. Юлия спросила, высадила томаты, белые листики. Что делать? Конечно, это солнечные ожоги. Я вот хочу показать вам свои солнечные ожоги. У меня вот этот томат, ну, не только этот, а партия томатов, получила солнечные ожоги, когда было холодно. Может быть, кто-то помнит, я говорила, что я под пленкой вот лотки с рассада держала. И было на улице холодно, но было солнце. И солнце умудрилось даже в холодную погоду сделать солнечные ожоги. Вот сожглись у меня листики. Что делать? Вот такие, как у меня, ожоги, они, конечно, не отойдут. Но я всем говорю, кто боится вот этих солнечных ожогов, некоторые даже думают, что это болезнь. Это временное явление, конечно, это неприятно. Но потом, смотрите, я высадила вот, когда они были на верхушке. Потом, когда они начинают отрастать, вот тоже с солнечными ожогами, на дальнейшей судьбе томата это никак не сказывается. Он растет, он, видите, уже набрал цветочные кисти, все будет хорошо. Но если солнечный ожог такой серьезный, лист вряд ли исправится. Просто я всегда потом, когда нарастет очень много зеленой массы, я эти листья нижние, которые вот эти пожелтевшие, там сгоревшие, я их просто удаляю. А вообще солнечный ожог, конечно, может появиться от того, что не закаленный томат. Например, он не был на прямых солнечных лучах. Вы его раз высадили в открытый грунт. Всегда говорю, чтобы предотвратить солнечные ожоги, то нужно выносить на постепенное закаливание на улицу, рассаду держать там сначала на час, потом на два, потом на день. Я все понимаю, что не у всех есть такие условия. Не каждый может, например, сидеть прямо рядом с этой рассадой, начинать закаливание, следить за ней. У многих такие условия, что они прямо с окна, с подоконника везут и сразу высаживают в открытый грунт. И тогда солнечные ожоги почти неизбежны. Но опять же, даже если у вас такая ситуация, не расстраивайтесь. Хоть это неприятность, хоть это, конечно, для томатов это очень плохо, но это бывает с каждым огородником. Это проходит. Томаты обрастут. Новые зеленые листья, зеленая масса нарастет, будет их много. Эти просто обрежете аккуратненько вместе с первым посынкованием или еще когда-то. Но побеление листьев, причина, это не болезнь. Это почти всегда солнечные ожоги, термические ожоги. Как вот пишут, сделались листики как перламутровые. Да, вот это как раз солнечный ожог. Наша Надюша оказалась хищницей. У нас же много под крышей живет птичек. Она их старается поймать. А сейчас там птенчики вылупились. Они еще не умеют летать. Иногда они выпадают оттуда. Вот сын позавчера нашел птенца. Пришлось назад его туда поднимать на карниз, чтобы кошка не съела. Они такие птенчики беззащитные. И сегодня у меня будет событие такое важное, которого я ждала целый год. Сегодня поеду собаку выбирать, смотреть для своего внука. Кто-то, наверное, кто смотрит меня очень давно, знает, что у нас проблема вот с этой собакой, которую мы из жалости взяли у людей, которые уехали в другой город, оставили взрослую собаку, вот эту немецкую овчарку. Ну или восточноевропейская, ли она овчарка, Рэм. И она к нам не привыкла. Она два года живет, но ей жизнь, вероятно, не мила. Она худеет и худеет, хотя муж ей покупает и мясные продукты, вот эти вот полуфабрикаты и жир, и варит ей каждый день, он ей варит еду в кастрюле, в гараже, кормит ее. Она никак не привыкла к нам, искусала всех членов семьи, кроме меня, потому что я не пытаюсь ни кормить ее. Когда муж кормит, немножко там отодвигает вот так дверь, засовывает ей туда кастрюлю, я ухожу, я вообще в дом закрываюсь. Она очень злая, и, вероятно, она так и не простила вот этого предательства, что ее бросили, и она нас не приняла, и, вероятно, уже не примет, и у нее плохое состояние. Но она такая унылая, лежит, ничего, ну, злая, тявкает, да. И мы еще в прошлом году решили, что мы возьмем другую собаку, просто у нас кавказская овчарка была, она умерла. И не знали долго, что делать, то ли ждать, когда Рэм доживет свою жизнь, потом взять щенка, но потом решили, мы вот с мужем посоветовались, я говорю, давай брать в этом году. Пока щенок вырастет, это надо год-два, чтобы полноценную собаку получить, ну, а Рэм будет доживать свою жизнь тогда. Мы его никуда не можем, его как привели, привела старая хозяйка, и в эту, ну, как в клетку, мы его туда поместили, мы не можем его ни на прогулку выпустить, потому что он очень агрессивный, он кусается. Даже проблема была, хотели в больницу свозить на осмотр, тоже не можем, потому что он всех кусает, уже очень много неприятностей. Ну, короче, я сегодня еду говорить с кинологом, разговаривать, подбирать щенка. Ну, тут, конечно, у меня две причины выбрать собаку новую, купить. Не только потому, что Рэм у нас такой вот злой, и мы не можем ничего с ним сделать, еще потому, что у нас Марк, внук, вступает в такую фазу сознательной жизни, ну, как у него уже осознанно. И мы всегда, всю жизнь жили бок о бок с собаками и с кошками. Вот котенка мы ему вчера дали, он увез. Я хочу, чтобы мой внук с самого вот такого раннего возраста учился ухаживать за растениями, за животными, учился сопереживать, учился как быть таким, как, ну, не жестоким, чтобы он знал, что за кошечкой нужно ухаживать. И вот он будет эту собаку с раннего детства знать, чтобы она выросла с ним, чтобы он ее не боялся. У меня все дети всегда, всю жизнь игрались с собаками, тискались, зимой на санках, на собаках ездили все. И вообще, собака же друг человека, а Рэм нам другом так и не стал. И я сама, если честно, вот за эти два года, два с лишним года он живет, так соскучилась по собаке, которую можно обнять, поцеловать, прижать к себе, которая будет смотреть на тебя любящими глазами, которая будет знать, что и ты будешь знать, что она твой друг, что она не цапнет тебя за пятку, когда ты отвернешься. Короче, сегодня у нас, сегодня или дня через два, но я буду ходить, выбирать, ездить, у нас появится собака, которая будет настоящим нашим другом, как и были до этого. А Рэм будет, значит, у нас на правах пенсионера. Придется еще один вольер строить, чтобы собаки содержались раздельно. И я буду вот внука, он будет приезжать на выходные, буду учить его ухаживать за собакой, заботиться, а собаку буду учить защищать этого маленького человека, знать, что она тоже в ответе за него, так же, как и он за нее. Все, извините за длинное лирическое отступление, но не сказать об этом не могла, потому что я сегодня утром встала, и сразу у меня такое предчувствие, волнение, я уже хочу эту собачку. Соскучилась без собаки. Мы привыкли всю жизнь, у нас собака, наша друг, обнимашки, целовашки, а с Рэмом сильно не забалуешь, так как глядишь, что полезешь целовать, полщеки откусит. Все, до свидания, это был обзор 25 мая. В ожидании чуда, я сегодня, может быть, сегодня увижу свою новую собачку, друга, но теперь уже, наверное, на всю оставшуюся жизнь. Все. Кстати, несмотря на то, что у нас Рэм уже два с лишним года, на табличке на воротах у нас все еще висит наша старая собака, Златка. Вот, осторожно, злая собака. Вывеску мы даже не поменяли, потому что я, наверное, подсознательно все равно хотела снова такую собачку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова